Спакота не отступая на слубках плюс 34. Такое надворы и оформляла климатичную карту у оранжевый колер. Ну а на завтра синоптики в уголе местами прогнозуют максимальный червонный узровень небеспеки. Многие меньшане шукают свое место под солнцем на березе популярных водосховища. У зонах от Польшинку ажиотаж на вот убудни. На свод просить выконовать правила поводин под час купания. Быть пильными в арте и на пикниках у лесных массивах заховывается пожаро-небеспечная ситуация. А медики так само дают свои парады. Илья Цветкоу собрал лайфхаки про беспечные от Польшинок у спякотное на дворье. От знака на термометрах пересягнуло 30-градусную мяжу. Каб адаптоваться до такой спякоты, меньшане сбирают свои уже давно проверенные лайфхаки. Тогда и летние прогулки проходят с комфортом. Мы из Сибири, поэтому для нас у вас очень жарко. Мы из Новосибирска, и поэтому нам очень нравится. Мы приехали в лето. В свободное время мы ездим на пляж с компанией. Ну и, соответственно, мороженые, напитки. Я считаю, что когда у тебя на душе хорошо, значит и погода хорошая. Усёшь медики раять под час пеших прогулок и поездок на ауто. Памятать самое активное солнце с 11 до 17 их один. На улице Лепштремат-Саутене, периодично заходить в помешкании с кондиционерами. Свои рекомендации дают и супрационники МНС. Используйте головной убор, лёгкую одежду, светлых оттенков, из натуральных материалов. Пейте побольше жидкости. И, конечно же, обращаем внимание на то, что если вы решили отдохнуть на водоёме, то необходимо соблюдать правила безопасности. Прежде всего, под контролем должны быть дети. У такую горышиню городские пляжи больше нагадывают оживленные курорты. Заплывы – один из любимых способов освежиться. Однако супрационники Освод попередживают. Знаходжение у акватории повинно быть беспечным. И отказывают за эту первую чергу сами отпочивальники. В период за выходные было спасено 10 человек по Минской городской организации Освод. Не заплываем за буйки, не употребляем спиртные напитки на пляжах и зону отдых. Не прыгаем ни с обрывов, ни с трамплинов, ни с трозанок. И купаемся в специальных обороненных местах. Супрационники Освод работают круглосуточно. А глядь акваторой подчас пеших обходов, рейды на катерах и наводоблеты береговой линии с допомогой дронов в пошуках порушальника в парадку. У таких гаражей Перед суместно со службой вертования на водах работают и специальные подразделения МНС. В Минске на базе подразделения МЧС создано 8 груз спасения на водах, которые расположены в максимальной близости от водохранилищ, такие как, например, водохранилище Дрозды, Комсомольское озеро, Цинянское водохранилище, а также Чижовское. Сейчас работники МЧС патрулируют водную поверхность на Цинянском водохранилище и на Комсомольском озере для обеспечения безопасности на воде. Выратовывать с воды нет байных плывцов доводится малькожный день. Часто отпочивальники пероценивают свои махчимости. Разумеют, это, на жаль, только далеко от берега. Выезжали порядка 4-5 раз на оказание помощи. Также, как доставали воды, оказывали содействие Осводу, так же и плохо становилось людям именно на берегу. Автомобиль быстрее реагирования с плавсредством и спасателями-пловцами. И так же в помощь едет второе отделение с жилетами, чтобы оказать уже помощь именно здесь, на воде. Коли до места на случайной ситуации, великая длеглость, которую треба максимально худко переодолеть, выкористовывать вот такие худкостные гидроциклы с прычепом, на яким после выратования проходит транспортировка потерпелого. Напруженная ситуация зараз и в лесах. Уводятся обмежевания на их наведывание. Глеба и рослинность высыхают. Одно неосторожное деяние может привести до серьезного пожара. Тому головная формула безопасности в выполнении простых правилов распаливать вогнище только в дозволенных местах и забирать с лесу сметти, якое так само может стать причиной у сгорания. Илья Твятко, Дмитрий Чумак и Андрей Христин. Агентство Делиновин.